Форт Варшавской крепости 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 Но эта территория уже по-любому, согласно описанию и меток с гугла, уже находится, скажем так, на территории форта Я остановился возле этой перекрестка, потому что обнаружил вот такие бетонные какие-то обломки Вот давайте посмотрим, вот здесь прямо возле дороги, вот идет вниз, и вот какая-то бетонная глыба Камни и вот такой кусок бетона Далее вниз, здесь тоже вот видим такой как бы спуск, наверное вы не видите Вот здесь вот резко идет вниз, и здесь резко идет вниз Если верить метке на гугл карте, то мы сейчас, только сейчас мы находимся где-то вот в этом районе Вот этот Марвиль, насколько я знаю, там что-то строилось для бездомных Для сравнения, вот как выглядит следующий форт и вот этот наш Он имел немного, ну это один из типичных вариантов строения фортов Его отличие было то, что рвом, он, мокрым рвом, он был окружен не везде С западной стороны этого не было И с восточной стороны у него был вот такой выступ Скорее всего это жилые казармы, они бывают просто вот одним рядом Скорее всего вот это они, может быть от них что-то останется К ним мы еще не дошли Вот этот же кусок бетона Здесь следы примыкания кирпича А, рядом кирпич, кстати, красный кирпич, тоже из старых Итак, от этого перекрестка я пройду южнее Посмотрю еще какие-то ориентиры Возможно сделаю круг и вернусь на эту же точку Слева от меня вот идет спуск от дороги И затем мы видим вот эту часть как бы вау Возвышение и за ним, где кончается, где вы видите свет Идет снова спуск Мне кажется, я вижу опять какие-то бетонные запчасти По ту сторону дороги тоже просто плавно идет спуск к железной дороге Вот эту плиту я заметил Еще здесь, здесь Вот, наверное, отсюда видно спуск с дороги Потом подъем, там еще идет что-то типа траншеи в ту сторону Здесь разрешение и снова спуск Если все верно, и это у нас как раз одно из плечей этого форта То вот этой части дороги на тот момент не было И все, весь маршрут, который я прошел, его не было Вот тоже спуск Очень здесь хорошо должно быть видно Вот здесь вершина За ним идет далее снова спуск Мне нет смысла вам показывать все вот эти холмы Оно все однообразное Ближайший поворот налево Или вот эта тропинка, которая впереди в метрах 100 Или может быть чуть дальше Должна как бы выводить к парадному входу Там, где поперек должны были идти казармы Пройдя еще метра 50 южнее Я увидел, что этот вал закончился Там машины, где вот эти склады, они едут чуть ниже Сейчас я нахожусь южнее метки на гулкарте Она находится в том направлении Здесь еще южнее меня находится Практически, можно сказать, традиционный такой частный сектор Эти сады Южнее форта Они не касаются каким-то образом его территории В любом случае, я уже обозначил эту часть периметра И только слева от меня может быть что-то из остатков этого форта Двигался в восточный и увидел Или это специальная дренажная какая-то система Или может быть именно где-то здесь Был канал Здесь везде стоят вот эти ворота, электронные там какие-то ключи и так далее Поэтому попасть, в частности, на вот этот склад Не так-то просто Пересечение улиц южнее нашей точки частный сектор Я увидел стену какого-то здания Может быть это просто дом Прям по стене дымоход Здесь встречаются такие узкие дома со скошенной крышей в одну сторону Ну и большинство из них я уже встречаю в разрушенном состоянии Похоже, это тоже один из них Вот он с одной стороны и вот с другой Точно такой же, только уже как бы отреставрированный Возвращаемся обратно Будем искать место, где возможно куда-то были казармы По идее оно вот четко севернее меня Но здесь нет входа Там все ровное, там везде асфальт или брусчаточка Звание улицы точно не совпадает к тому, которое подводило к форту И она идет либо по его восточной стороне То есть у нас сам форт находился где-то вот здесь Вот в этом секторе Или второй вариант Если форт реально настолько большой То возможно его край где-то вот впереди, как я вам показываю Где у нас деревья идут Так, я уже практически на восточном краю Ну вот как я вам показывал вот эти заросли Здесь у нас местность выглядит, ну здесь она непроходимая Высокая трава Итак, я возвращаюсь Еще предыдущей дорогой пройду севернее И там уже будем смотреть, как бы может быть на этом Можно видео и завершать Перекресток улиц Инновлодска и Аннополь Идем севернее Вот все эти же склады с обратной стороны Вот так оно выглядит И мне еще, наверное, пройти вот следующих метров 300 Упоминается, что в 1926 году, когда строился вот этот канал То форт еще был отмечен на картах И возможно еще в то время были какие-то остатки В 1927-м был создан жилой комплекс для строителей канала Известный со времен Аннополя Фактически этот район называть нужно Мэривиль Потому что ферма Аннополь была дальше на север, чем вот эта местность Жилой комплекс был деревянным и большая часть была разрушена во время Второй мировой войны Указан ориентир, что мы должны искать только на север от улицы Инноводска Она находится там далеко уже, я оттуда только что пришел Вот эта улица, я вам ее показывал Что у меня был вариант или пройти лево или обойти кругом Вот это она с обратной стороны так выглядит Обратите внимание на те столбы с колючкой Бетонные, загнутые Мы встречаем их возле фортов Очень часто Возможно та часть забора И вот этот забор, который сейчас справа от меня Он как раз тоже относился к периметру, если не самого форта То какой-то поздней стройки Но почему-то так вот получается В том числе даже на рубежах самого форта На вот этих их возвышениях Я встречал именно такого плана Бетонные столбы Железная дорога и какие-то развалины Территория с забором уже как бы справа она закончилась На старых картах нет этой железной дороги Гора металла Наверное все настолько тщательно уничтожено и скрыто Выровнено, что вообще никаких следов не осталось Одна из колей ведет на территорию второго цеха То есть это все промышленная уже Вот эта зона И так у нас было два варианта Казармы находились либо там, где железная дорога Либо находились чуть раньше Но там визуально все просматривается И точно никаких следов от казарм не было Исходя из ориентировок в интернете Где-то вот только там могли находиться казармы Потому что вот улица, которая, где выехал автомобиль Только севернее этой улицы должен находиться форт Форт построен в 80-х годах 19 века Уничтожен летом 1913 года Окончательные остатки форта были уничтожены с 1926 по 1932 год Когда строилась территория поселений для бездомных Аннополь Ну кроме того, как я уже упоминал В связи с строительством тех каналов Тоже, я так понял, что часть форта Именно была отдана под строительство жилья для этих рабочих Задача форта была контроль линии железной дороги Сейчас она называется как-то там Новый Двур И все восточные части, которые находят по восточную сторону от этой железной дороги По другую сторону находится еще один форт Вернулся я на угол, условно называя его юго-западным То есть по ориентировке с интернета у нас говорится, что форт должен начинаться отсюда Но здесь мы видим вообще как бы равнина Может быть ее уже искусственно выровняли Может быть вот эти кусты, как бы они есть частью неровности И далее вот эта развязка, она тоже как-то Ну здесь есть такое небольшое возвышение в ту сторону Может быть это был его, скажем так, западный край Там, где начинаются деревья, я вам показывал гораздо ранее Там у нас очень заметны эти валы по эту сторону дороги Поэтому я предполагал, что возможно на самом деле форт начинается северней На следующей улице, там где железная дорога Этот момент я тоже вам показывал Но что здесь, что там, никаких следов от казарм Которые в любом случае шли бы вот так поперек в ту сторону И мы бы их увидели, они достаточно массивные Ничего не осталось Итак, форт у нас расположен был в том направлении Основная его задача была контроль железной дороги С всей восточной стороны, вот того всего сектора Вот этой железной дороги С западной стороны у нас был форт Пелковицна Отсюда я начал свою съемку и шел южнее по Моревильской Она ранее вводила в начало форта С этой стороны у нас просто зелень, ничего такого нет Это вся территория, это склады, вот эти цеха И какие-то логистические центры На этом все, форт Моревилл отснят Двигаемся далее Субтитры создавал DimaTorzok